ферма моста рядом с которой сейчас нахожусь это памятник железнодорожному мосту через зобь построенному более 100 лет назад на транссибирской магистрали и именно с этого моста начинается история города новосибирска дальше мы видим нынешний железнодорожный мост через зубь который стоит на тех же самых опорах а наш сегодняшний ролик будет посвящен конструкциям ферм мостов и тому как распределяется нагрузка в элементах этих конструкций но и для того чтобы разобраться какие преимущества дает такая конструкция как ферма мы вспомним задачу которую в 2013 году решали участники международного турнира юных физиков задача называлась сделай сам и в ней предлагалось из обыкновенного листа бумаги формата 4 используя небольшое количество клея построить такой мост который перекрывал бы пролет в длину этого листа чуть чуть меньше чем 30 сантиметров и выдерживал бы максимальную нагрузку и мы тогда начали свои опыты с того что клеили трубки из а четвертого листа и испытывали их на прочность вот таким образом в середине сейчас будет прилагаться нагрузка я тяну за датчик силы и смотрю при какой силе у меня сломается трубка тяну сильнее 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 вот она прогибается об сломалась и датчик показывает силу в 21 ньютон ну и теперь смотрите мы ломали трубку на изгиб и понятно что мне руками совсем не трудно это сделать она сломается в центре где изгибающий момент будет самым большим но если бы мы ее растягивали она выдержала бы гораздо больше усилия и даже если бы мы ее сжимали вдоль ее оси усилия которые требуются для того чтобы она потеряла устойчивость в таком положении тоже весьма велики наверное если всей ладонью надавлю я смогу и сломать одним пальцем у меня сделать этого не получается ну и вот если бы мы построили конструкцию в которой все элементы работали бы на растяжение или нажатие и не было бы элементов работающих на изгиб наверное такая конструкция была бы весьма прочной и фермы по крайней мере в своем простейшем варианте как раз и представляют собой такого рода конструкции простейшие фермы собираются из треугольников потому что треугольник является жесткой геометрической фигурой и вот здесь мы собрали такую ферму приложим нагрузку к ее центральному узлу векторная сумма сил действующих в любом узле фермы должна быть равна нулю поэтому два наклонных раскоса идущих от центрального узла работают на растяжение посмотрим теперь что происходит двух верхних узлах фермы мы тянем за центральные раскосы и растягивающая сила должна уравновешиваться сжимающими силами в центральной балке и в боковых раскосах нам осталось разобраться с равновесием сил в узлах на краях моста изобразим сжимающие силы в боковых раскосах и реакции опоры чтобы боковые узлы оставались равновесие надо добавить растягивающие силы в нижних балках эти же растягивающие силы мы изобразим и в центральном узле таким образом мы получили распределение сил и видим какие элементы фермы работают на сжатие а какие на растяжение ну а теперь пришло время испытаний для разных ферм и первой будет вот такая конструкция она устроена из балки горизонтальной вертикального стержня и двух косых расчалок когда мы будем нагружать балку стержень передаст нагрузку на расчалки они растянутся примут вес на себя и начнут жевать стержень с торцов ну и посмотрим скорее всего конечно расчалки порвутся но может быть и стержень потеряет устойчивость ну давайте испытаем наденем ленточку датчик теперь нам надо подключить датчик ну и начали тянуть 5 ньютонов 10 15 20 что-то поехало у меня но 25 30 35 уже 40 ньютонов мост еще держит смотрите как он прогнулся 45 и произошел срыв теперь мы испытаем вторую мостовую конструкцию она устроена вот так значит 4 уходящих вниз раскоса так они удерживаются вот этими лентами когда я начну нагружать все разойдется можно помочь значит нагрузка будет прикладываться сверху опять же нагрузка передается на раскосы а они растягивают нижние ленты ну и опять включаю запись и прикладываю усилие 10 ньютонов 20 25 поправить надо чуть-чуть чтобы не съезжало 25 30 35 40 при 40 ньютонах мост сломался а мы помним что сделанная значит трубка из листа четвертого выдерживала только 20 ньютонов это это было хорошее испытание так что такого рода мосты сделаны из ферм вот у нас кстати где произошла потеря устойчивости сломалась вот эта нога значит такого рода мосты они выдерживают во всяком случае примерно в два раза большую нагрузку похожую конструкцию имеет самый молодой из новосибирских мостов бугринский мост его несущая ферма состоит из двух наклоненных друг другу арок а уже на этих арках на тросах висит дорожное полотно когда в 2013 году задача придумай сам про мосты из листа бумаги а4 игралась на турнире юных физиков таких мостов было по настроенной поломана немало но получить такую конструкцию которая уверенно выдерживала бы нагрузку в 50 ньютонов создаваемую грузом 5 килограмм нам все-таки не удалось может быть вы что-нибудь такое сумеете придумать а что касается нашего моста его хочется еще и более натурные испытать и вот здесь у меня три с половиной килограмма свинца и прочего железа и сейчас я рискну этот груз на наш марочный мост подвесить аккуратно мы видим как натягиваются нижние ленты я отпускаю и груз висит мост его выдержал а сейчас мы находимся в таком месте откуда видны целых четыре новосибирских моста ближе всего к нам находится метро мост это такой короб закрытый со всех сторон и поезд идет внутри этого короба следующий автомобильный коммунальный мост дальше виден железнодорожный мост около которого начиналась наша сегодняшняя съемка и еще дальше виден еще один автомобильный мост и вы видите что конструкции всех этих четырех мостов разные ну и в этом месте хочется спросить а в чем состоит преимущество той или иной конструкции почему инженеры не строят все мосты одинаковыми но каждый раз выбирают какое-то другое устройство чем это обусловлено понятно что этот вопрос наверное не имеет короткого определенного ответа и тем не менее ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментариях к этому ролику на ю тубе